всем доброго времени суток дорогие любимые мои подписчики зрителя также гости канала сегодня у нас понедельник 3 апреля начинается мои новые будни время 11 утра наше утро не совсем доброе кто смотрел мои прошлые будни слышали историю что варе там всех заболели их кого отправили домой на лечение кого изолировали в бокс результате сегодня заболела варя с утра и вырвала температура начала подниматься позвонила мне врач сказала мы вас выписываем я уже вот с работы отпросилась еду сейчас за ней запыхалась потому что шла оттуда через железнодорожные пути все в горку в горку в горку было поэтому запыхалась из-за этого так что вот все забирая варю домой на домашнее лечение будем лечить этот ротовирус кто его там будь он не ладен в больницу принес не знаю полотделение не полотделение одна палата вот полегла их семь человек в палате двоих отпустили домой двоих перевели в бокс одну выписались двоих совсем выписали они уже подходили концу лечения и утварь была седьмая последняя сегодня и он ее догнал видимо иммунитет получше дольше она сопротивлялась но догнал этот ротовирус сейчас я заберу и поедем мы домой с ней лечиться а после этого опять вернемся сюда чуть-чуть нам времени не хватило на завтра была назначена колоноскопия с фгдс под наркозом и среду нас должны были уже выписать совсем но из-за температуры за всего и естественно на наркоз не берут на завтра все пошла я ее забирать сегодня у нас вторник 4 апреля вчера в понедельник я не вышивала я забрала варвару из больницы быстренько быстренько мы на такси домой потому что ее к выписке избили там температуру что мы до дома доехали мне температура была 38 8 мы доехали пока до дома я уже из такси вызывала ей врача на дом к тому моменту как врач пришел часа через три у нее уже опять поднялась температура она спала практически весь день вчера проспала и я вчера не вышивала я бегала по аптекам потом лекарства покупала мало того что вот против мир антивирус на это противовирус на еще и плюс то что прописали в гастроэнтерологии в общем пробегала весь день и монтировала вам будни предыдущие в общем вообще не вышивала мне как-то голова разболелась и распереживалась и не до вышивки было сегодня пришла с работой мы поужинали и я решила тоже пока многоцветку брать не хочу голова продолжает болеть я конечно переживаю из-за того что и не долечились мы в больнице полежали и ну и вообще что варвара заболела поэтому вот сегодня хочу сейчас пока вечером посмотрю кино я повышиваю павлинов вот такой вот такой набор сюжет павлины от чудесные иглы у меня вышито как раз и развернуто вот столько так сейчас вот сколько у меня вышито уже я буду сейчас закончу вот здесь вот беседку прошлый раз я это зелень в прошлобутник не закончила беседку тут облачка еще есть полу крестом и после этого буду спускаться вот сюда вниз вот так что буду сейчас вышивать павлинов а из многоцветок у меня сейчас по плану будет эссе но пока не знаю может быть ближе к выходным я его возьму в руки так ну вот закончила я этот участок полностью беседка вышита все вся листва так скажем на месте кроме листвы вот здесь вот еще ветки деревьев выживаются коричневыми нитями и потом еще тут вот бэк сейчас если я его вы увидите так давай фокусируйся коричневый по коричневому дать что не хочет камера фокусироваться вот теперь тут по идее еще облачко но не хватает не тут под пяльца я не не подлезу тут то вот прям тика в тику видите прям вот последний полукрестик где был и вот эти два поэтому буду сейчас эти пять снимать переставлять в принципе облачка еще и вот здесь вот будут тоже не вышиты еще так что облачками займемся позже снимаю пялись буду переставлять их вот сюда ниже дальше идти ну сюда сначала хвостик курочки этой павы выше потом наверное фонтан а вот это вот все место это будет хвост павлина посмотрим хвостом павлина займемся позже ну вот так красиво получается ярко насыщенная нетрудно легко чудесная игла вышивается легко ну вот беседка прям просто замечательно мне прям нравится вот это вот полукрест вот это дымка вдалеке красиво смотрится прям утонченная сказала по сравнению с фонтаном где тут есть крестики в 3 нити в 4 нити вот эти вот белые что были выпуклые как бы вода то она такая нежная нежно получилось все перехожу сюда буду вышивать здесь ниже перепяливаю ну и показываем сейчас потому что сейчас перепяли естественно это все закатаю канву заверну чтобы она мне не мешала кстати из бисера которая купила варе она лежала в больнице вот в леонардов мне сплели браслет очень красиво варим не сделала его эти серенькие купила и вот посередке такие знаете он какой-то зеленый и он треугольниками и он зеленый и голубой и синим отливает в общем такой радужный вот которые между серыми посередке в общем все представляю пальца но вышивать уже сегодня не буду время без 10 11 пойдем и укладываться спать от больного ребенка в первую очередь положу потому же себя убаюкаю встретимся в следующих кадрах сегодня у нас среда 5 апреля я после работы опять в центре города мне надо институт травматологии динситометрию мне сегодня делать год назад я делала проверяли мы там остеопороз у меня два позвонка сильно разрушены ну то забедренные суставы тоже но полегче а сейчас идем мимо бассейна спартак молодости здесь занималась и участвовать соревнованиях сто лет с времен юности я тут и не было когда училась в центре недалеко я там тут занималась как раз это центр города опять мы с вами ходили совсем недавно в прошлых буднях он там где написано детский мир там видео это как раз т.ц. галерея новосибирск да видно не видно беленькая это как раз леонардо там находится между царковым центром от этой улицы где мы сейчас идем центральный наш рынок в городе самый у нас есть таких 3 больших рынка в октябрьском районе октябрьский рынок там где живу недалеко от меня ленинский район ленинский рынок и вот этот центральный рынок вот всем прогуляемся опять по центру тепло у нас плюс 8 что ли плюс 9 птички чирик и солнышко время сейчас чтобы понимали пол седьмого вечера тоже т.ц. москва торговый центр в этом торговом центре тоже 100 лет уже не было до последний раз была наверно варюха еще была маленькая сюда ездили детский развлекательный центр тут отдыхали как-то с вами тут были но очень давно когда еще меня машины были даже не помню какая он 2 по счету когда мы здесь проезжали и гуляли останавливался около рынка ну ладно иду институт мне надо по этой улице дойти до следующего туда светофоры и вот с этой стороны будет находиться институт не то по имени цевьяна профессор был такой цевьян сейчас его уже нет живых но когда-то он был и здравствовал как раз моя мама в этом институте травматологии ортопедии делала два раза операцию на позвоночник но у меня на инвалидности и тогда цевьян еще был жив и даже ее консультировал не помню он и нет не другого врача оперировал ладно пошла проверю все свои позвонки посмотрим насколько ситуация за год улучшилась с учетом того что после установления диагноза остеопороз не два раза в год ну раз полгода так скажем делают укол дорогостоящий шприц стоит лекарством уже готовый шприц с тоненькой такой иголочка типа инсулиновая он такой шприц как сказать-то ну который не будешь она пружинки вылетает вот в 15000 стоит шприц лекарством и вот не два раза вставили специально к этому уколу я пила определенные таблетки и действие этого укола должно было восстанавливать пористость пористость моих костей то есть загонять туда кальций чтобы загонять кальций для этого надо было обязательно витамин d пить потому что этот укол действует только при достаточном количестве витамина d в организме чего у меня мало было тоже ниже вообще всех границ ну в общем сейчас посмотрим что мне скажет вот он он институт травматологии ортопедии имени сальяна все я пошла сделала поехала обратно домой здесь у нас это туда я иду напротив у нас центральный парк аттракционами с горками летом он конечно работает зимой раньше здесь мелко было в этом году елка была другом месте она их по закону да уже два или три года елки здесь нет это центр я пошла на центральную улицу на метро и домой ну или дошла до метро кстати мы здесь концы этого здания там находится дворец бракосочетания где наши дети регистрировались в этом доме где вход метро на той стороне раньше было очень вкусное кафе мороженое мы сюда бегали после уроков мороженое вот той стороны в этом же здании находится багетная мастерская где мы оформляем богема чем центр города все поехала я домой устала очень плохо себя чувствую и так вечер среды вот она болезненная наша что ты несешь будешь делать алмазку к бабе а ты к папе пошла бабе бабе пошла так время уже так ты куда а ты с бабой договорилась тебе помочь дверь открыть ты чего но вечер же уже поздно уже спать скоро через час уже надо спать ложится покажи хоть что там у тебя вот варя пока болеет потихоньку собирает мы с бабушкой делаем бабушка тут делает а я тут ой а я тут да вот они уже тут сколько собрали вот тут вот все уже собрали и вот тут вот собрали отклилась но убери руку я покажу потом приклеишь вот там вверху уголок видите переливается красота но сейчас я выпущу ребенка из квартиры и покажу вам что-то и так проводила варвару и вот кто меня смотрит постоянно все наверно знают что у меня лежит этой коробочке языке и этой коробочке языке у меня лежит ст грязная возила я недавно на встречу вышивать с прошлых будних вы видели ну что буду сейчас ставить пяльца решила все-таки сегодня вечером наверное есть у меня возможность немножко повышевать хоть чуть-чуть потому что пяльца буду ставить сейчас буду продолжать так давайте отодвинуть шуршит чтобы тихо вот смотрите тут у меня я закончила вот этот кусочек теперь у меня пойдет следующий кусочек туда так вот размотаю ну и так как я иду сверху естественно у меня будет вот этот кусочек а здесь фон фон не так уж сложно вышивается поэтому его можно вечерком и после работы повышевать сейчас вот сюда вот поставлю пяльцы пяльца у меня тут маленькие самые маленькие нургешечки у меня как раз в них входит нужно мне кусочек участочек на две с половиной тысячи и вот сейчас я так вот запялю и начну вот этот вот коричневый фон шмалять промежуток даже не знаю есть смысл или нет показывать какой-то промежуточный результат что тут но тут немножечко может быть от роза захватиться вот в этот подход а может быть и не захватиться потому что на каждую многоцветку недельку только выбираю сегодня уже среда ну все сейчас запялю и приступлю ну что подхватила все таки вирус от варвары пришла сегодня на работу с утра мне все ломает меня морозит кашель начался посидела буквально полчаса руководство что сказал нечего среди нас заражать быстро едет домой вот время еще нет 9 утра все я обратно оделась поехала домой лечиться сегодня пятница впереди два выходных ну и сегодня плюс день надеюсь за три дня отлежусь сегодня у нас суббота 8 апреля и сегодня нам привезли кровать варену кровать тумбочку матрас стоит тумбочка жаре вот павлина уже смотрите сколько собрала прошу прощения за мой голос я все-таки слегла второй день лежу с температурой 38 горло болит вот ну не знаю сегодня или завтра папа будет собирать наверно завтра потому что чтобы собрать кровать надо освободить для нее место вытащить все книги а я пока не силах это сделать все стало буквально пять минут немножко попить чайку попью и поеду опять лягу мокрые как мышцы лекарство выпила температура вспадает ну все пошла пить чай ну что сегодня у нас воскресенье я продолжаю болеть температура так и не спадает сегодня сходила в аптеку купила лекарство от горла потому что у меня очень болит горло знаете как будто ежик застрял посреди горла до того все колет я не глотать ничего не могу даже слюни сглотнуть не могу боль адская поэтому завтра все-таки буду вызывать врача думала за три дня отлежусь ничего не получается буду вызывать врача вот покажу вам что у меня тут на ст его вышивала два вечера и вчера до вчера в субботу между как-то в пятницу совсем было плохо и не делала вчера между сбитим температуры когда были промежутки что нет температуры я немножечко тут вышивала тут легко потому что только фон поэтому меня вот здесь появились коричнево с бордовым бленды такой более светло коричневый то есть мы постепенно вот с этого шоколадно коричневого фона уходим туда в бордово красные такие шторы это уже вот начинаются шторы складки штор вот поэтому тут я у меня вышилась за три вечера два вечера скажем и за вчерашний день вышилась 1260 крестиков ну пока не отставляю пока еще по вышиваю потому что по хорошему после ст и у меня идет хайет но в таком состоянии как сейчас у меня я хайет не смогу вышивать либо буду продолжать ст и вот этот фон может быть чуть-чуть вот розочку продолжу если будут силы либо если нету значит там на павлинах я так и не доделала карту 1200 крестиков не надо было у меня там всего 800 вышит а может быть павлинов возьму они крупная канва их полегче вышивать ну в общем вот так уж извините там закашлялась отключилась в общем потихонечку по мере сил и здоровья вышиваю все больше не могу говорить вот не было бы счастья да несчастье помогло так как заболела появилась немножко свободного времени я довязала варе плед как раз на ее новую кровать вот он два метра вот кровать у меня два метра должно немножечко может быть побольше 2 10 нож и у нее кровать 90 сантиметров будет у нас то большая метр шестьдесят и вот как раз и застилать новый новую кровать новым пледом красота радуется он станет танцует ну давай все красота ладно все все забирай секрет я ложусь могу долго стоять ну что сегодня у нас уже понедельник я продолжаю болеть больничном сегодня вызывала врача казалось что у меня к вид экспресс-тест показал и вчера я вообще не вышивала вчера мне прям совсем не было нехорошо сил не было сегодня мне чуть-чуть полегче я хочу вот павлина своих повышевать маленько сейчас начну закончу хвостик и вот здесь вот будет у у меня вышиваться ваза вазон такой с цветами покажу видите с этими розовыми розочками вазон сейчас закончу хвостик курочки и буду переключаться на вот эти цветочки но что получится мы с вами увидим позже вот сейчас выглядит прошлый раз я вам показывала закончила беседку я уже перемотала перекрутила прошлый раз сразу как вам показала сразу перекрутила поставила пальцы означила себе фронт работы но вот сейчас в этом участке и буду работать ну вот у моей курочки появился хвостик теперь пава курочка готова полностью вот это все место я вышила и вот здесь вот под брюшка еще под хвостиком шло ну и теперь буду переходить квазону с букетом роз с таким красивым кустом роз вот вы знаете вышивала сейчас у меня прям такое как деживю как как вернулась в прошлое когда мы болели всей семьей двадцать первом году к видом двадцать первом ноябре двадцать первого года я тогда тоже взяла павлинов то есть я когда-то начала чуть-чуть повышевала вот этот фонтан отложила и и потом еще голову павлина а заболели когда к видом хотелось тоже что-то вот крупного легкого потому что упадок сил был и я взяла этих павлинов и начала вышивать вот его хвост который сейчас тут в принципе можно показать наверное нет ладно не буду разворачивать покажу вот у меня была выше то вот грудка голова немножко крылышкой я начала заполнила крылышко начала этот хвост вышивать это как раз мы заболели когда к видом после этого я как-то втянулась и стала дальше его вышивать вот в двадцать втором году я вышила вот эту вот у павлина достаточно то тут курицу эту и вот сейчас эту беседку и вот опять я болею к видом слава богу на этот раз одна они все семьей и опять беру в руки павлина и вышиваю ну правда сейчас хвост не павлина курочки но все равно все показала буду переходить теперь вот сюда вот к этому как уже сказала вазону с розами с кустом роз очень красивый такой мне прям очень нравится тут вазончик с розами видите какой хвост шикарный у павлина потом будет тут нижняя часть картины вся практически хвост ну вот это вот мне осталось вот это у меня все выше то фонтана у меня полностью вышли все так вот обшито хвост этот обшит поэтому мне сейчас я так что-то а давайте вот так сейчас я вышел вазон потом переставлю пьянцы мне в принципе останется только вот этот вот сам чашу вот это фонтан вот это я не знаю как подножие называется сам этот бассейн фонтана ну тут чуть-чуть еще да торчит от фонтана тумба или и останется сам хвост но такая красота у меня появится хвост конечно шикарный вышивается вообще-то чудесный гладко хвост не так уж и легко вышивается потому что видите тут такое разнообразие красок и все эти вот конечно будут зеленые там перекликаться хорошо вышивать а вот эти кружки это надо в каждом вышивали закрепляться ничего потихоньку потихоньку и красота будет ну вот добавилась у меня еще на эту работу немножечко вот здесь вот цветочков начались пока без бека там каждый бутончик будет вот кстати да на этом месте очень много бека так обычно бек мало тут только было вот у павлинов глазки хохолок больше бека нигде не было вот по-моему здесь где-то все в фонтане то ли был то ли будет прям буквально три черточки а вот здесь сейчас вам покажу на схеме смотрите видите сколько здесь бека разным цветом то есть вот и красный и оранжевый цвет ну изображен понятно что это будет не красный не оранжевый и вот такой какой-то сиреневый или какой-то серо-лиловый какой-то не поймешь вот поэтому вот эти вот сейчас цветочки они так все невнятно выглядят хотя выше ты полностью вот эти вот бутончики вчера вышивала вот этот вот этот вот вот они три штуки и начала немножко зелень но когда беком они все сформируются то будет я думаю красиво на этом пока павлинов отставляю потому что это я отшивала карту свою которую не знаю уже не помню когда тянула марте а то феврале 1200 в общем у меня получилось 1241 павлинов сейчас отставляю вот так это в общем в целом выглядит уже вот как говорила тут вот в основном все вся картина пол картины будет павлиний хвост до выйти на сегодня еще две карты место уже отшитых посмотрим какие два с павлинами вместе это был весенний каприз но там было всего 200 крестиков я быстренько вышила их и мы уже и забыли про этот весенний каприз а павлинов вот так вот долго я никак не могла закончить так что сегодня вытяну следующие две карты посмотрим что наряду с очередной многоцветкой будет у меня вот из таких из наборов вышиваться ну ладно надо чайку попить аппетита нет вообще что хорошего в этой болезни стоит я похудела на два с половиной килограмм так хотела похудеть никак мне не получалось а тут махом потому что не аппетита нет тут первые дни так горло болело что ничего проглотить не могла вообще когда жизнь это горло не болело так что ладно а болячках не будем пойду тянуть карты и так сил нет у меня доставать штатив девочки давайте атак с рук я колода уже перед совала и так вот сделаю хорошо и перетусовала поэтому так одной рукой чтобы мне штатива не доставать хоп опа здесь у нас восьмерка червей сейчас мы посмотрим что это означает какая какой процесс и здесь король пикей так и король пикей так давайте обратимся сюда но 36 карт король опять весенний каприз вот хочет эта работа видать надоело и и лежать хочет закончиться ладно значит это у нас будет 400 крестиков опять весенних каприз ну а здесь черви очереди не вышивала это в уютной норке напомнили о себе что надо их вышивать 800 крестиков на процессе в уютной норке сейчас я себе вот это вот сразу так вот зарисую чтоб не не забыть карту беру просто клеточку цветную сделаю но потом будем вышивать вот они они мои зайчики в уютной норке вот не поверите вчера только лежала и думала а чё же я про них то забыла я же ведь их хотела нам с мужем в подарок к августу месяцу и же по хорошему надо вышивать вышивать и вышивать а я про них забыла ну как-то да из головы не пустила вот только подумала думаю надо все павлинов закончу и вот их вытащу даже независимо там но карты знают свое дело вот смотрите давайте посмотрим сколько сейчас у меня выше то на них уже на 5 все буду продолжать этот квадратик вышивать вот так вот выглядит сейчас то есть у меня вот этот верх уже практически весь вышит ну тут еще туда немножко пониже тут а вот тут посередке уже начинается так вот это по моему вот веточка идет беленькая и тут вот уже сама норка но я еще пока вот тут снегу до вышивая вот вот этот вот наплыв и потом потом ну да наверное так хорошему бы саму норку посерединке взять так с этой стороны тоже снег видите вот у меня тут добавлен креник чтобы снег немножко искрился вот так что красота будет сердечки такие красивые ну все в общем 800 крестиков выпало но 800 это немало это где-то ну вот как раз наверно снег и должна все вот этот весь отшить но я конечно не буду к этой цифре привязываться потому что эту работу она вообще-то небольшая встану стоять сильно то сил нет слабость у меня какая-то вот видите она какая так вот ладошка вот угол так ну полторы ладошки высотой а так наверно как раз почти ладошка ну вот как-то руки все не доходят ни до чего на многоцветки свои присела уже тоже подумываем смотрим вот алина многоцветки пока отставила таня шумилина потому что конечно надо вышивать набор на многоцветки очень много времени уходит а результата до конвенчного результата до финиша еще далеко и как-то печальненько все поэтому ладно сколько выше столько выше но я имею ввиду что не меньше 800 но желательно конечно больше тысячи полторы сколько там у меня получится все с этого начнем весенний каприз опять пока ну посмотрю может соберусь духом сейчас не готова и немножечко в ближайшие два-три дня вышивать весенний каприз и так тяжело дается это черная канва а сейчас когда нет ни настроения ни здоровья совсем не хочется вот результат дня не очень большой вышивала всего лишь одним цветом закрыла здесь крестики вот здесь повышевала и тут чуть-чуть вот так получается ну и красным цветом добавила металлика сердечки в самый яркий красный цвет вот если так вот шатать то видно что он там поблескивает а так если смотреть глаз ухватывает красиво очень ну вот на камеру не получается так ну что и еще немножко сегодня из ты наверно повышеваю чуть-чуть и буду уже откладывать потому что вроде силы немножко побольше наверное надо уже к хаэду переходить из ты у меня задержалась ну вот показываю результат этого кусочка который я повышевала видите как уже прям действительно выделяется складка на шторе невооруженным глазом лучше видно потому что невооруженным глазом не так видно эти просветы но мне кажется и так все равно видно как хорошо выделяется пошла тут штора по сравнению с этим коричневым фоном это бордово-красная штора и вот повышевала и этот кусочек потому что достаточно плохо себя чувствовал не хотелось мне ничего более такого серьезного затрагивать но вот сегодня мне уже получше и поэтому я вот перешла уже на розу сюда дальше уже не полезно этот кусочек все тут фон вышит а вот перешла я сюда на розу немножко в следующий раз и и повышеваю и буду переставлять пяльцы ниже тут вообще будет только одна роза потому что сейчас наверное пяльцы не перебыв ставится не захватят хотя может быть и захватят посмотрю может быть и переставлю пяльца ну вот 2146 крестиков я вышла за этот подход теперь ст отставляю и беру в руки хаед более менее себя получше чувствую коль уж на розу на единичке перешла тут очень много единичек одиночных крестиков поэтому думаю с хаедом я тоже уже справлюсь силы на это мне хватит ну вот еще раз так отодвину подальше чтобы показать весь кусочек нет не весь еще там загнутая но ладно туда не полезем красиво получается очень люблю этот процесс но все переходим к хаеду варя сделала нам яйцо в художке принесла вчера пасхальным такое тут декупаж покрыта лаком декупаж это когда вот салфеточка до рисунки есть специально на деревянной основе блесточками тут сверху и лаком покрыта и вот такие красивые ленточки да ну да ленточка бледно розовенькая зелененькая вот такую красоту и сделала вот она завтракает сидит не каникулы поэтому она со мной с больной тут ошивается не больно это не больная почти не больная все на счет кашляешь но я уже не смогу себе гульку сегодня на голове она сама накрутила ладненько я его закрутила и ешь ешь так что такая красота у нас еще так свет отсвечивает с бабочкой с цветочками с блестками есть пасхальный символ да давай сегодня у нас пятница 14 апреля сижу дома даже не знаю толком какое число по-моему 4 но в общем пятница посмотрите какая у нас погода холодно очень сильный ветер на улице вот мама сказала магазин ходила вот идет снег вот так вот мы готовимся к пасхе и вот такая погода твари пачи почти зима 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 зимняя какая-то весна в этом году не веселая долгая затяжная холодная постоянно ту ветра то снег летит только вроде подтаила мы ходили буквально вчера позавчера в туфлях таких осенних сухо было асфальт и вот сегодня опять к этому еще ветер холодный северный в общем как-то не весело и радостно на настроение буду заканчивать я это наше видео как обещала сейчас в конце стал вставлю рублику рублику от маши что она повышевала за эти дни тоже там то у нее дача то еще что-то работы много она вот на этой неделе она только один день во вторник отдыхала все дни у нее график работает вышивать тоже сильные и некогда поэтому вот хоть немножко но она повышевала поэтому приглашаю к просмотру машиной рубрики а потом мы с вами будем прощаться я покажу вам все что осталось что она вышивалась у меня за эти дни то есть там в уютной норке немножко а ну и все наверное остальное вам все показывала уже и будем с вами завершать это видео ну что смотрим что навышивала маша ну что всем привет меня зовут мария кто не знает меня я оксанина сестра и я буду вести свою маленькую рубрику о своих маленьких продвижениях по вышивке в первую очередь я хочу поблагодарить всех ваших девочек которые написали очень теплые очень хорошие отзывы о моих работах и кто поддержал эту рубрику я очень вам всем благодарна мне очень было приятно но впрочем у оксаны очень благодарны очень хорошие зрительницы но и зрители зрительницы все кости и канал так вот я не блогер поэтому буду снимать как получится буду вам показывать свои продвижения маленькие я надеюсь что они вам понравятся что будет вам интересно и начну я у меня запланировано вышивать вот этого щелкунчик на пластике вот он как выглядит вот и в данный момент вот у меня начало начнем с маленькой работы это мои пробные шажки в блогерстве ксюша конечно подправить делаю все красиво чтобы вам было интересно ну не судите меня строго я не блогер поэтому даже иногда не знаю что вам буду сказать ну начнем я буду сегодня вашего щелкунчика на пластике это от жар птицы уже кто все это понял и сколько на все я вам покажу дальше все свои продвижения также будем показывать потихонечку помаленечку вы не думайте что я много шью я еще очень мало времени не хватает тем более у меня скоро начнется дачный сезон ну если мне нечего будет по вышивке показать я вам покажу свои репортажи с дачи это тоже моя любовь а тут еще у меня лиза дочь моя лиза просит ей связать жилет ну не знаю когда у меня на все это время хватит потому что работы много прихожу поздно сил бывает нет но потихонечку буду вам показывать если вам будет интересно то пожалуйста пишите если что-то не понравится тоже пишите чтобы я исправляла свои ошибочки все до встречи будем теперь смотреть что получится дальше ну вот и подрос мой храбрый деревянный герой на тысячу крестиков очень красиво получился у него камзон мне прям очень нравится кустинники голубенькие появились уже у него украшения на сапогах на лацканье у камзола обвелся меч огня на его зубы появились рот которым он щелкает орешки и наметились вот прическа лицо даже нет это не лицо потому что глаза и нос остались рот же тоже входит в лицо поэтому остался глаза носик и его шаговной убор вообще у него шапка рудокопа должна быть она немножечко другого вида но тут почему-то совсем какой-то другой головной упор но мы будем тоже называть шапка рудокопа потому что все таки же это щелкунчик вот прическу уже можно видеть его локоны наметились глаза будет синенькие брови черненькие ну в общем половина скажем так от нашего щелкунчика от моего щелкунчика простите уже выше то первой стороны еще же будет вторая сторона поэтому половинка первой стороны уже у нас вышилась берем сама любую смотрю мне нравится мне очень нравится вышивать на пластике только потом пальцы болят у меня болят пальцы от икулочки все равно протыкается тяжеловастенько когда плотно идет зашивка особенно когда бэкстич делаешь но нравится как ложатся крестики как получается вот все игрушечки на пластике от жар птицы мне очень нравится ну вот все что у меня получилось смотрите любуйтесь мне нравится красиво ну и так после своего щелкунчика я решила повышевать свою подушку с подсолнухом давно я ее не вышивала поэтому сейчас времени мало думаю надо что-то взять полегче это подушечка будет подсолнухами на 14 канве нитками из хс схема взятая на просторах интернета очень она мне понравилась если можно было взять бесплатно то я ее взяла бесплатно пойдем и скорее всего вот с этого угла я всегда вышиваю с правого угла и иду налево мне так удобно хотя люди пишут и вышивают слева направо и там сверху слева ну как правило я делаю это с нижнего правого угла начинаю вышивать поэтому мы пойдем вот сюда что мы здесь увидим там и ничего здесь не увидим потому что дальше пойдет также форму здесь будет фон и немножко зелени и продолжение вот этого подсолнуха наверное по вышивая не так уж и много ну сколько по вышиваю вам покажу хотелось бы делать хотя бы тысячу крестиков на этом процессе все-таки это 14 канвая и схема не такая уж и замудренная до встречи и вот вам девочки свежий пирожочек из под иголочки как я и предполагала вышив тысячу крестиков на этом процессе ничего вы вы здесь бы не увидели поэтому я решила еще посидеть немножечко чтобы вам было интересно посмотреть и примерно нашего где-то около двух тысяч но чуть больше может двух тысяч 200 может быть так вот поэтому мы здесь видим уже появившуюся сердцевинку нашего подсолнуха такая красота получается добавились листики в подсолнухе немножечко появилась зелень и уже наметились ягодки красенькие рябинки поэтому ну и естественно добавилось еще и немножко фона вот этого серо-бежевого непонятно какого такого поэтому вот что у меня получилось есть на что посмотреть мы продолжаем дальше вышивать следующий процесс ну а следующим моим процессом будет опять же подушка от риолис называется лунная дорога такой красивый котик вышивается на шерстью в 3 нити 13 цветов ниточки такие вот красивые шерстяные очень красиво получается ярко интересно очень она мне нравится и пойду я наверх буду вышивать скорее всего вот этим вот одним цветом как бы делать окантовочку вокруг котика поэтому буду делать окантовочку не знаю сколько пошлется времени сейчас не очень много у меня начинается дачный сезон поэтому завтра мы сможем поедем на дачу полдня будем на даче потом я приеду не знаю чем займусь на домашними какими-то делами ну и если вечером у меня останется время на вышивку то я естественно возьму вот эту подушку а что хотят сказать вы знаете хотела сказать как камера включает а пол цирка в горле застывает даже не знаю что вам сказать прям вот наверное блогерство это не моё либо я потом научусь либо это у меня так и будет но вы не судите меня строго буду я говорить что мне в голову придет чмокать шпокать аккать тыкать в общем у меня так получается так что дальше дальше будем вышивать покажу что получится по времени у меня не так много потому что эту неделю практически что все работать буду ну естественно у меня 12 часовой рабочий день пока я доберусь до дома не всегда будет время вышивать ну ничего посмотрим что получится вот такая красота мне очень нравится очень ярко красиво вот дальше будем вышивать посмотрите что получится и в итоге девочки на моем лунном котике отшилось ровно две тысячи крестик я посмотрела в сагу вот прям увидела такую круглую цифру я сама даже не ожидала я вышла последнюю ниточку думаю ну все хватит я уже устала от этого процесса как я и говорил что я буду вышивать вот этим вот темно фиолетовым цветом я не знаю для меня он фиолетовый может быть выше кого-то сиренево но в общем цвет вот прям такой плутин и темно фиолетовый но для меня это как найти мультики тайны третьей планеты хотите его стукну и станет фиолетовым вот и для меня это фиолетовый цвет я вот начала его вышивать вышивала вышивала кантовала кантовала и вот окантовав луну или как сказать окантовав в общем вышивая цвета луны я решила хочу вышить эту луну оказалось это полумесяц половина у него в темноте, половина он такой улыбающийся с розовой щечкой я такое удовольствие получила когда эту луну вышивала получила прям удовольствие ну и естественно немножечко еще пошила вот этим цветом итог у нас получилось 2000 крестиков я очень этому рада потому что я работаю потихонечку помаленечку, по 100 крестиков и вот такая вот красота извините, рука трясется у меня нету никаких нестабилизаторов, ничего и вот получается вот такая красота когда я приступлю дальше к этому процессу я не знаю куда меня душа поведет не знаю, хотелось бы так и дальше продолжать вышивать этим цветом, потому что вот тоже здесь много и еще много будет такого вот темно-синего цвета вот здесь вот темно-синего цвета может быть сначала я вышью весь вот этот цвет потом вышью темно-синий ну знаете, как послойно но не думаю потому что хочется и другой красоты посмотреть вот этих ярких цветов ну а мы продолжаем дальше вышивать следующий процесс будет пока не скажу увидите в следующем видео всего вам хорошего так, ну вот я вам обещала показать уютные норки, показываю вот так сейчас выглядит вышелось у меня 928 крестиков по картам надо было 800 но я говорила, что я побольше вышью 928 крестиков у меня прибавилось веточки вот добавили сердечко вот это вот плохо не пока камера не ухватывает металлик очень красиво вот этот металлик вот тут темно-красный где цвет там у меня металлическая нить добавлена металлика очень красиво выглядит так Алискина тут шерсть без пинцета еще не захватишь ну в общем вот так сейчас выглядит 928 крестиков добавилось вот сюда я немножко ушла ну и как говорила иду вот где-то мне, наверное, до сюда должно быть снег этот появиться еще в данном видео мы уже прощаемся с этим процессом я, конечно, его не отставляю уж совсем ну и по картам будет попадать может быть еще я так где-то его возьму повышеваю но на этом будни буду свои заканчивать и встретимся с вами в моих следующих видео